Детали выкладываются на ровном листе. Очень важно, кроме геометрии, ширина, высота, проверить диагонали. Если диагонали совпадают, можем на прихватке соединять и дальше работать с этой заготовкой. Диагонали проверяются вот так, от угла сюда. Имеем 98,5 хм. И от угла вот сюда. Итак, как сделать ровный прямоугольник? Ну, кроме всего того, что вот эти две детали и эти две должны иметь одинаковую длину, это понятно. На плоском листе выкладываем на глаз прямоугольник и промеряем диагонали. Эту диагональ и эту диагональ. Неважно, какие они получаются, главное, чтобы они были одинаковые. Как только вы сместили детали так, чтобы получили две одинаковые диагонали, это говорит о том, что у вас идеально ровный прямоугольник. После этого можно приступить к прихваткам электросваркой. Ни в коем случае не варим. Сразу делаем просто прихватку. Соединяем на точечки. Так, подъединили точечку. Теперь здесь. Соединения очень нежные, аккуратные, потому что вдруг придется резать, ломать, гнуть. После прихватки еще раз промеряем диагонали, размеры диагонали. И для жесткой фиксации. Палахнулись чуть-чуть. Здесь проверяем. Так, все. Для того, чтобы сохранить прямоугольник, чтобы с ним можно было работать, нужно варить несколько диагоналей. Для диагоналей годятся любые там обрезки, арматуры, что угодно. Сейчас мы это сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так, вот мы имеем прямоугольник, зафиксированный диагональю. Теперь можно обваривать на чистовую. Сейчас проверим еще раз его геометрию и будем обваривать на чистовую. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После окончательной обварки швов можно их оккультурить заточным камнем. Снимаем легкий металл, делаем красивые швы. Продолжение следует... Чем хороша прямоугольная трубка для всяких разных конструкций? Тем, что при сваривании мы имеем, по сути, две стороны приварки. Вот, допустим, квадратная трубка приходит, мы варим шов здесь и варим шов снизу. Таким образом мы двумя швами укрепляем угол, он получается достаточно жесткий. Смотрите, такая конструкция, я ее не могу пошатнуть. То есть она имеет четкую структуру прямоугольника при полном отсутствии всяких диагоналей. Если сюда еще варить какие-то завитушки, то можно будет вообще подставлять под автомобиль, делать подставку из него. Вот, то есть при минимальном количестве деталей мы имеем супер жесткость. Сварил бы такой прямоугольник из арматуры или из прута круглого, он был бы как сопли хлипкий. То есть квадратной трубы он достаточно жесткий. Собираем вторую заготовку, второй прямоугольник. Силу тока регулируем так, чтобы электрод проваривал хорошо оба металла, обе детали. И при этом не проваливался, не прогорал все насквозь. Лучше будет чуть больше, пусть проваливается. Это можно всегда отрегулировать длиной дуги, но чтобы не было мало. Лучше будет чуть больше, пусть проваливается. При конечной сварке всех швов никогда не варим один угол до конца, всегда варим по диагонали. Если варим эту сторону вверх, обязательно противоположный угол, потом этот, этот угол. Потому что если мы заварим целиком весь угол полностью, его так сдеформируют, что мы потеряем геометрию. Прямоугольника не будет. Если встал вопрос, что нужно приварить вертикально стойку, здесь или здесь, мы угольником проверяем углы, какая технология приваривания. Значит, выставляем лицо поверхность двух деталей, делаем прихватку в одном углу, одной точечкой. Потом она гибкая, мы ее можем выгнуть в любую сторону. Если куда-то не пускает, куда гнуть, для этого есть болгарка с отрезным кругом. Делается подрез тела и привариваемые детали так, чтобы было, куда ее гнуть. Вот. Делаем подрез, подгибаем, проверяем до угла и делаем прихватку с другой стороны. Когда деталь зацеплена на две точки, она уже стоит более устойчиво. Вот. И потом можно будет обварить по кругу. И то по кругу, только противоположная так. Точка тут, точка тут. Точка здесь, точка здесь. Вот пока оставляем на двух точках стойки. Сейчас делаем все четыре и поставим все вверх. Точка здесь, точка здесь. Точка здесь, точка здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok